Каждое утро Михаила Капустина начинается с кофе. Вместо сахара – натуральный мёд. Приверженец здорового образа жизни – тренер-преподаватель по вольной борьбе. Результатом его многолетней плодотворной работы становится наивысшая награда – медаль за трудовые заслуги. За плечами скромного героя – ежедневная поддержка любимой супруги. «Жена меня очень поддерживает. Когда идут соревнования, особенно такие, мир, Европа, у меня нервы. Она говорит, иди в другую комнату, и мне комментируют по компьютеру». Михаил Николаевич – первый тренер-чемпионок, имена которых громко звучат на мировой арене. Ванесса Колодинская, Анна Саченко, Анастасия Енотова, Алина Максимова. И это далеко не полный список тех, кто когда-то начал спортивный путь с вольной борьбы. А впереди ещё длинная плеяда громких побед. Ведь на занятиях у преподавателя настоящий ажиотаж. «У него очень большая передача детей училища Олимпийского резерва. Всегда полная группа детей. К нему идут с удовольствием. И даже поколения, которые уже выросли, стали сами отцами, они приводят к нему деток. Очень много таких семей. Поэтому это и говорит о его качестве работы». Секрет успеха у тренера простой. Любовь к своему делу, дисциплина и ответственность. Когда человек живёт работой, это видно сразу. И по счастливым воспитанникам, и по трепетному отношению коллег. «Он очень любит свою работу. Он ценится. Он как здесь главный тренер. От него все берут пример. От него учатся. Где какие-то приёмы делает, мы на него смотрим. Он нам подсказывает. Как тренер он очень хороший. И как человек тоже. Мы его тут все любим, уважаем, ценим». «Каждый день я просыпаюсь с удовольствием и иду на тренировку. Тут для меня хорошая атмосфера. Я люблю заниматься. Благодаря тренеру у меня очень много медалей». В специализированной детско-юношеской спортивной школе номер 3 Михаил Капустин прививает любовь к вольной борьбе уже 44 года. И каждый раз даже самые маленькие победы учеников вызывают бурю положительных впечатлений. «Конечно, эмоции есть. Потому что при этом на соревнованиях зал взрывается, когда каждый тренер переживает за своего участника, участницу. И особенно радует, что когда то, что ты хотел, у него получается. Значит, ты не зря работаешь, значит, ты не зря стараешься, значит, ты не зря показываешь». Гордость и слава не только Бобруйска, но и всей страны. Благодаря таким людям, преданным своему делу, Беларусь процветает и развивается. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.